Виктор Медведчук провел в Генпрокуратуре около трех часов. Спикер парламента Литвы с официальным визитом в Украине. Рахетные обстрелы в Израиле продолжаются. Коротко о самом главном к этому часу. Я Николай Саракваш. Добрый вечер. Агрессивная политика Кремля может спровоцировать масштабный международный конфликт в Европе. Об этом на форуме «Украина-30» «Безопасность страны», заявил министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, Москва наращивает наступительные группировки войск на временно неподконтрольных территориях Украины. В это же время Киев модернизирует вооруженные силы по стандартам НАТО. Все подробности у Артема Голуба. Кремль отвел от украинской границы и вернул на места постоянной дислокации только 4000 солдат, а военная техника осталась на месте. Это данные Министерства обороны Украины. По словам министра Андрея Тарана, такие действия угрожают не только Украине. Мы должны рассчитывать вероятность дестабилизации ситуации на Балканах, в Балтийском и Черноморском регионах, на Кавказе, в Схидней Европе, в наследок агрессивных действий Российской Федерации. Кроме того, не можно не рассчитывать темчасовую оккупацию частины территории Грузии и Украины. Кремль также продолжает поставлять на неподконтрольные Украине территории, Донецкой и Луганской областей вооружения и боеприпасы. Командующий объединенных сил Сергей Наев сообщил, что с начала года Россия ввезла в Ордуло 700 тонн боеприпасов. На данный час до склада 1-го, 2-го армейских корпусов оккупационного угруппования въезд противника входят 14 боевых бригад, полков и подраздели обеспечения. Главной численностью близко 28 тысяч человек. На фоне российской угрозы Украина модернизирует армию по стандартам НАТО. Хотя, по словам главнокомандующего Руслана Хамчака, наши войска уже имеют самую высокую боеспособность среди всех стран, которые претендуют на вступление в альянс. А в Украинской обороны заявляют, что Украина вполне способна обеспечивать свои войска современной военной техникой. За 30 роков налагоджено вперше в истории незалежности серийное производство подрывачей всех типов для всех засобов уражения. С усилиями предприятий Украинской обороны створено модернизацию вынищивательной, бомбардировальной и штурмовой авиации. Вперше в истории незалежной Украины створено и серийно выготовляется противокорабельный ракетный комплекс «Нептун». Створены высокоточные реактивные снаряды «Вильха» и «Вильха-М». По словам директора Укроборонпрома, Украина имеет замкнутый цикл производства легкобронированной колесной техники. Речь шла о БТР-4. Вот тут есть макет этой самой машины, а это Александр, он представитель Укроборонпрома. Александр, расскажите, пожалуйста, немножко подробнее об этой машине. Да, действительно, машина БТР-4 достаточно уникальна. От пулемета 7,62 до управляемого комплекса ракетного вооружения. И может бороться как с наземными, так и с воздушными целями. Также эта машина плавает, оснащена двумя винтами сзади, имеет боевое отделение на 7 человек. Несмотря на такие достижения, у оборонного концерна есть и проблемы с долгами, которые накапливались с начала независимости. Внаслідок российской агрессии Украина темчасово втратила контроль над 21 предприятием, которое входит в состав Укроборонпрома. Через тотальное недофинансирование государственной обороны предприятий за годы независимости накопили борьбы на сумму, вдумайтесь, близко 14 миллиардов гривен. По словам Гусева, сейчас Укроборонпром наращивает прибыль. Только за прошлый год концерн заработал 2,5 миллиарда гривен на оборонных заказах. Артем Голуб, Максим Градобык, Новости Украины. Напряжение на границе Украины удалось снизить, но необходимы дальнейшие меры для сдерживания агрессии России. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече со спикером парламента Литовской республики Виктория Чмлита Нильсон. Гость заверила, Вильнюс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. В свою очередь, международные эксперты называют Литву одним из главных лоббистов украинского вопроса в Европе. Какие заявления прозвучали во время встречи глав парламента в двух стран и почему для Литвы важна безопасность Украины, разбиралась Юлия Крючкова. Литва поднимает тему российской агрессии против Украины на всех международных площадках. Этот вопрос не должен исчезнуть из мировой повестки дня. Об этом заявила спикер литовского сейма Виктория Чмлита Нильсон. 27 апреля в литовском сейме была принята резолюция, осуждающая агрессию России против Украины. Мы признали, что это недопустимо с точки зрения международного права и международной безопасности, а также подтвердили, что такие действия России – это угроза, в том числе для безопасности всех европейских государств. Эксперты говорят, для Литвы и других стран Балтии вопрос борьбы с российской агрессией важен с точки зрения исторической памяти. В 1940 году, в контексте раздела Европы на сфере влияния, Литва была оккупирована советской армией. Они очень хорошо это помнят, как их долю вершили другие. И сейчас они знают, почему они в НАТО. Литва последовательно поддерживает вступление Украины в НАТО, ведь понимает, что ослабление нашей страны и усиление влияния России в регионе в первую очередь станет угрозой безопасности стран Балтии. Поэтому после начала вооруженной агрессии России на Донбассе Литва одной из первых передала Украине летальное оружие. Это случилось буквально в 2015 году. Это было понятное дело, что у Литвы нету джавелинов. Но у Литвы были запасы и склады с боеприпасами советского периода. И стрелецкое оружие отправляли литовцы одними из первых. Их поддержка была очень важна именно в тот критический период. Еще один принципиальный вопрос для Литвы – энергетическая безопасность региона. Литовская делегация во время визита в Киев подтвердила готовность Вильнюса бороться против проекта «Северный поток-2». «Северный поток-2» мы считаем серьезной загрозой для не только Европейского Союза, но и для стабилизации ситуации в регионе. Потому что очень хорошо помнимо, как это использует Российская Федерация. И, на жаль, для Российской Федерации это не экономический проект, а политический проект. И проект, который может привести к тиску и на европейские страны. Я очень доволен тем, что тут мы смотрим в одном направлении и вместе понимаем все выклики, которые стоят перед нашими странами. В четверг спикер литовского Сейма посетит КПВВ Ченгар и Каланчак в Херсонской области на административной границе с оккупированным Россией Крымом. Украинская делегация поедет в Литву уже летом. 7-8 июля в Вильнюсе состоится международная конференция по вопросам украинских реформ. Юлия Крючкова, Новости Украины. Полторы сотни ракет выпустила сегодня палестинская группировка «Хамас» по территории Израиля. Обмены ракетными ударами продолжаются с вечера понедельника. Погибшие есть с обеих сторон, а мирные жители тем временем готовятся к новым атакам. Подробности далее в сюжете. Украинка Анна Дергина, которая с семьей проживает в Израиле, говорит, эти обстрелы сильнейшие за последние 30 лет. Несмотря на это, в стране исправно работает инфраструктура, транспорт и больницы, а граждан об атаках оповещают заблаговременно. В специальных приложениях и сиренами воздушной тревоги. Больше всего такие оповещения пугают ее детей. Да, боятся. Сирена, она, во-первых, сама по себе создает такой, ну, вы понимаете, да, это сильный-сильный гул. И тебя сразу же, понятно, первое впечатление такое моторочное очень. Вот. Они как бы сразу так раз, но они быстро мобилизируются. У нас стоит бутылка воды после выхода, два сучка раскладных, собаку в охапку, дети в шлепке возле двери, у нас уже очень жарко. По словам Анны, система ПВО «Железный щит» работает исправно, но из-за массированных атак некоторые ракеты все же поражают цели. Израильтяне в целом не ждут скорого окончания конфликта, но надеются на лучшее. Вы напуганы, адреналин зашкаливает, но вы понимаете, что вам нужно найти убежище. Когда находишь убежище, видишь всех там, становится легче. Все мы помогаем друг другу, заботимся друг о друге, если необходимо. Я бы хотел, чтобы это все закончилось, хоть с каким-то позитивом. Чтобы было найдено решение вопроса между нами и палестинцами. Израильские власти тем временем стягивают военную технику к границе с сектором ГАЗа. Премьер-министр заявляет, они настроены серьезно. Я вчера сказал боевикам Хамаса и исламского джихада, что они заплатят кровью. Совсем недавно мы ликвидировали высших командиров генштаба Хамаса, включая бригадного и других командиров в ГАЗе. И это только начало. Мы ударим с такой силой, о которой они даже не задумываются. С понедельника в результате ответных израильских ударов по сектору ГАЗа погибли 53 человека, заявляет в Палестинском министерстве здравоохранения. В городах после атак люди разбирают завалы и ищут раненых. Во второй раз за три дня на экстренное заседание собирается Совбез ООН. Ряд мировых лидеров уже призвали стороны прекратить насилие и прийти к мирному решению. В их числе и президент Украины. Владимир Зеленский подчеркивает – эскалация неприемлема. Все небо Израиля в ракетах. Некоторые города полыхают. Есть жертвы. Множество раненых. Много человеческих трагедий. Невозможно на все это смотреть без грусти и сожаления. Нужно непременно остановить эскалацию ради жизни людей. Вадим Крамер. Новости Украины. В Казани суд на два месяца арестовал Ильназа Голявиева, который накануне утром устроил стрельбу в одной из школ города. Тогда погибло семеро детей и двое взрослых. Он будет находиться под стражей до 11 июля. Как сообщают российские СМИ, 19-летний парень полностью признал свою вину. В отношении него открыли уголовное производство за убийство двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса РФ – пожизненное лишение свободы. Возвращаемся в Украину. Ознакомился с подозрением депутат от оппозиционной платформы «За жизнь» Виктор Медведчук сегодня пришел в офис генерального прокурора. Там он провел около трех часов. По словам адвоката, меру пресечения депутату суд изберет, скорее всего, в четверг. Вчера Медведчук и его соратнику Тарасу Козаку объявили подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Следствия считают, что Медведчук договаривался с Россией для перерегистрации месторождения «Глубокое в Черном море» и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Вакцинировать от коронавируса половину населения Украины уже ко дню независимости считают возможным в Министерстве здравоохранения. Для этого ежемесячно нужно делать 5 миллионов 600 тысяч прививок, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью сегодня. В Министерстве здравоохранения сообщили, что поставку следующей партии вакцины от коронавируса американского производства Pfizer в Украину ожидается 17 мая. Препарат привезут в рамках инициативы COVAX. О том, как проходит иммунизация в Украине, в материале наших корреспондентов. Путешествия в Европу для украинцев могут стать возможными уже этим летом. Министерство по вопросам цифрового развития и цифровых трансформаций активно разрабатывает COVID-сертификат. Правда, введение этого документа не означает, что границы откроются сразу. Соответствующее решение должен принять Евросоюз. В Минздраве объяснили, как украинцам будут выдавать паспорта вакцинации. Никого обязанности делать этот сертификат пока не планируется. Но точно с сертификатом будет удобнее перетинать кордоны. Мы уже чувствуем, что такая тенденция есть. И Украина, как часть цивилизованного света, конечно, долучится к этому. И сертификат передо мной будет выдаваться через додаток ДИИ. Попередо мы планируем, что этого можно будет раздраковать после получения соответствующего щепления. В ближайшее время начнут вакцинировать украинцев, которые записывались на прививку от COVID-19 через портал или приложение ДИИ, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на выездном заседании правительства в Черниговской области. В выходе будет последующая вакцинация тех, кто записался на щепление через портал или за стосунок ДИИ. И, соответственно, думаю, что ближайшим временем эти люди смогут отримать запрошение и прийти к кабинетам щеплений. В Винницкой области началась ревакцинация. За первые сутки вторую прививку от коронавируса получили 330 человек. Это жители и сотрудники интернатов для пожилых людей и людей с психиатрической патологией. Также вторую дозу вакцины введут пенсионерам и людям из маломобильных групп населения, а еще педагогам, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания, спасателям и пограничникам. В регионе иммунизировали уже более 30 тысяч жителей. Мы продолжаем вакциновать другую дозу тех, кто получил вакцину Pfizer 21 день тому. И уже на этом неделе мы начинаем введение второй дозы для тех, кто получил вакцину коронавак. Количество инфицированных COVID-19 в Украине снова возросло. За минувшие сутки зафиксировали 4538 новых случаев. Больше всего в Киеве, Ривненской и Донецкой областях. А в Луганской области эпидемия идет на спад. Самые высокие цифры здесь были зафиксированы в апреле, когда заразилось почти 6 тысяч человек. Сейчас эти показатели, по данным местной власти, значительно снизились. В больницах остаются 523 человека. Количество госпитализированных составляет менее 40%. На прошлом году мы были в померанжевой зоне за двумя показниками. Это за уровнем заболеванности и за уровнем госпитализации. Вот, начиная с начала травня, уровень госпитализации снижается. Відповедно, завантаженность слишком тоже снижается. И, соответственно, до этого мы имеем резерв для надания медической помощи в стационаре. По уровню эпидемической опасности в Украине в оранжевой зоне осталось только две области – Николаевская и Черкасская. В желтую зону перевели сразу шесть областей – Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую. В Украине наразе пандемия идет на спад. Уже остаточно все регионы вышли из червоных карантинных зон. Это в очередной раз демонстрирует, что адаптивный карантин и злагодженная работа уряда и влады на местах дает свои результаты. В мировом рейтинге по суточному приросту заболевших Украина перешла с 17-го места на 31-е. Елена Дидух, Анастасия Волкова, Арина Кантонистова. Новости Украины. Музей народного художника Украины Ивана Марчука могут создать в Киеве. Об этом на встрече с живописцем рассказал президент Владимир Зеленский. Вместе с первой леди Еленой Зеленской он посетил выставку художника и поздравил его с 85-летием. Глава государства отметил, что талантом Ивана Марчука гордится не только Украина. Им восхищается во всем мире. На счету мастера около 5000 произведений, но до сих пор нет музея, где можно было бы выставить эти картины. Для этого Зеленский предложил Марчуку здание бывшего американского посольства, которое будет отремонтировано и оборудовано за государственный счет. Первозданная природа на берегу Днестровского лимана. Туда едут украинцы на пикник, рыбалку и за красивыми фотографиями. Все это около села Роксоланы в Одесской области. Место пока еще малоизвестное среди туристов, поэтому там можно насладиться природой. И тишиной. О живописных Роксоланах в новом материале нашего цикла «Туристическая Украина». Над зелеными холмами пролетают соколы и фазаны, а на лимане можно увидеть розовых пеликанов. Это место популярно среди тех, кому по душе живописные пейзажи и тишина. Здесь какое-то уединение с природой, тишина. И можно отдохнуть от всей рабочей суеты, городской суеты, насладиться прекрасным видом. Отдохнуть за новыми силами на рабочую неделю. Село было основано в 19 веке. Считается, что здесь когда-то жило племя под названием Роксоланы. Историю родного края изучает местная жительница Светлана. Она живет в селе уже более 40 лет. Приплывали казаки, что-то надо было переправить через землю на ту сторону. Там были всегда буряны, конечно, кущи. Они запаливали великий вогонь. С того берега видели, кому-то нужно было контрабандисты, так сказать. И на лодке переплывали сюда, забирали товар, отправляли туда. Добраться сюда можно на автомобиле или велосипеде. Не доезжая до села, надо проехать по крутой дороге вниз. И вы попадете к утесам. А когда-то это была закрытая территория. Это не скалы. Это место старого гидроаэродрома. Здесь когда-то в 50-х годах стояло два самолета. Здесь базировалось два гидроплана, которые охраняли нашу границу. Ну, потом это все развалилось. И мы имеем то, что имеем. Живописные Роксоланы многие сравнивают с Херсонским Гранд-Каньоном. Только здесь места дикие и малоизвестные туристам. Зато популярные среди фотографов и блогеров. В Роксоланах там больше интересно посмотреть с земли. Потому что там есть такие места, куда можно просто подойти, пофоткать, походить. И все будет видно. Не только с воздуха, но и с земли классные виды. Я думаю, что вообще стоит раскручивать все такие места, создавать инфраструктуру. Потому что это и повышает интерес к внутреннему туризму и может принести какую-то копеечку местной громаде. Посетить Роксоланы можно, направляясь к Черному морю. Ведь всего в 10 минутах езды отсюда находятся курортные Грибовка, Каролина Бугас и Затока. Анна Городенцева, Арсен Подосян. Новости Украины. Луиш Каштру уходит с поста главного тренера футбольного клуба «Шахтер» после двух лет работы. Горники провели 84 официальных матча под руководством португальского коуча. Одержали 51 победу и забили 168 мячей. В прошлом сезоне «Шахтер» выиграл национальный чемпионат и дошел до полуфинала Лиги Европы. В нынешнем остановился на стадии 1,8 Еврокубка. Ожидается, что новым тренером Донецкого клуба станет итальянец Роберто Де Дзерби. Наши интернет-платформы доступны 24 часа. Обязательно подписывайтесь. Адреса прямо сейчас появляются на ваших экранах. Чтобы не случилось, верьте в лучшее. Берегите себя, свой дом, Украину. Субтитры подогнал «Симон»